К большому сожалению, женщина, которая занимается благотворительностью и отдает мужчине свою сексуальную энергию, свои жизненные силы, свою женственность, свою красоту, свое время, не получая от мужчины никаких материальных благ, она начинает болеть. У нее начинаются проблемы со здоровьем, у нее начинаются проблемы с самооценкой, она становится женщиной под стать мужчине, с которым она спит. То есть она может быть красивой, умной, потрясающей девушкой, женщиной, но находиться в отношениях, где мужик своей деградации программирует на деградацию ее. Все-таки, когда два человека находятся в одной среде, они становятся друг на друга похожими, хотим мы этого или нет. Женщина становится похожа на мужчину, обязательно. И вот если мужчина в отношениях волевой, решительный, от него идет какая-то сила, мужественность, рядом с таким мужчиной у женщины просыпается и ее сексуальность, и самооценка здоровая становится, и вся ее женская суть. Если же рядом с мужчиной она находится в состоянии постоянного запроса на жизнь, она постоянно себе во всем отказывает, она на всем экономит, она не позволяет себе никаких радостей и удовольствий, а все свое время и деньги тратит на то, чтобы с мужиком своим как-то выжить, у этой женщины не будет ничего и никогда. Вы должны это понимать. Поэтому название этого видео, оно в принципе объясняет все. Если у тебя нет денег, у тебя нет секса. Если ты не способен прокормить себя, иди дрочи. Включай себе порнуху, покупай журналы. Приседай хоть в присядку, хоть в припрыжку, стоя, лежа, как хочешь это делай, если тебе нравится. Если ты хочешь заниматься сексом с женщиной, поднимай свое очко, иди берись за любую работу, которая принесет тебе деньги. А не рассуждая о том, что это не по статусу, это не для меня. Я всегда поражался мужчинам, которые пытаются каким-то образом классифицировать, что есть по статусу, что не для меня, что мне подходит, что не подходит. Я по себе знаю, что это такое быть без денег. Я знаю, что такое быть гардеробщиком. Стоять и выдавать шубы и дорогое пальто богатым людям, которые выходят и швыряют тебе 100 рублей за то, что ты подал им курточку. Я знаю, что такое выслушать от них, что какого хрена ты тут мне загнул один лат на этот край моего пальто и так далее. Я знаю, что такое работать в ресторане и петь, обслуживая пьяную толпу, которая тебе может испортить настроение только потому, что что-то ему там не понравилось. Я знаю, что такое жить на вокзале. Я много чего знаю. И когда мне мужчины со стороны говорят, что что ты там умничаешь, сидишь, пригрелся на своем ютуб-канальчике. Конечно, да, пригрелся. Но до того, как я пригрелся, я прошел Крым и Рым, блин. И я знаю, что такое получать копейки. Но когда у тебя есть цель, ты идешь к ней. Я вам больше скажу. Когда у меня не было денег, и я сидел в полной жопе, я не занимался сексом с женщиной. Мне было стыдно, потому что я не мог ни купить ничего, ни угостить, ни произвести какого-то впечатления. Это естественно для любого мужчины. А когда ты лежишь на диване и рассуждаешь, а тебе жена еще подсовывает газету. Смотри, Вась, тут есть такая вакансия. Нет, не для меня. Нет, не для меня. Да ты олень, потому что, по жизни. Потому не для тебя. А если ты нормальный, адекватный человек, ты идешь, берешься за любую работу. И тогда начинает просыпаться энергия денег. Деньги не приходят туда, где их не ждут. У тебя потребностей никаких нет, поэтому они к тебе не приходят. А рядом с тобой твоя женщина, которая тебе еще подмахивает и получает с тобой якобы удовольствие в постели. Ты просто знаешь, что она не возбуждается от тебя. Она с тобой спит, потому что боится. Боится потерять тебя. Не потому, что ты перец классный, а потому, что у нее внутренние страхи и конфликты. Низкая самооценка, придуманная тобой, навязанная ей. Потому она не уходит. А я уверен на 100%, что если она еще посмотрит мои программы, одно видео, второе, третье, пройдет мой бесплатный курс. Потому что на платную у нее явно денег нет. Она тебя пошлет нахрен, и ты будешь искать другую женщину. И найдешь какую-то лохушку, которой расскажешь великолепную историю о своих прошлых победах. Слушайте, ну мы давайте будем честными. Я тоже раньше любил рассказывать, какой я был крутой. У меня там было несколько ресторанов, был свой бизнес. Я думаю, охренеть. А потом все закончилось.